От шума мотора закладывает уши, в воздухе стойкий запах бензина. Гонки еще не начались, а на сочинском картодроме уже громко. Механики готовят автомобили. Для них соревнования начинаются еще до выезда картов на старт. От подготовки машины зависит многое, в том числе, насколько удачно она настроена под конкретную трассу. В боксах работа кипит с самого утра. Машины команды Таганрога уже готовы мчаться за Кубком Черного моря. На соревнования в Сочи приехали более 150 пилотов со всей страны. Самым младшим гонщикам 6 лет, а скорости они разбивают совсем не детские. Более 100 километров в час. Вообще сочинский картодром считается одним из самых скоростных, а главное безопасных. Все атрибутики, которые способствуют безопасности, у нас все есть. Поэтому люди сюда и тянутся. Знают, что здесь безопасно. Ну и естественно тепло. В Сочи любят наши спортсмены. Уже много лет. Алексей Дядя тренер. Это сегодня. А в прошлом картингист, чемпион России. Свою карьеру начинал здесь, на сочинском картодроме. Когда ездил я, мы без груды металла собирали какие-то долгие месяцы технику. Момент запуска двигателя и возможность проехать для нас это был каким-то невероятным праздником. И если техника работала, тренировку или даже две, и тем более гонку, это была уже большая победа. Сегодня картингом увлекается уже и шестилетний сын Алексей Родион. Но вот только тренируется и соревнуется совсем на другой машине. Я гоняю на ней с трех лет. Класс микро. Машина быстрая. Сегодня в Сочи стартовал первый этап соревнований по картингу. Пилоты в разных гоночных классах только вступили в борьбу за очки. Среди них и 12 сочинцев. Второй этап гоночной серии пройдет здесь же в декабре. Финальный запланирован на январь. Тогда и будет назван обладатель главной награды престижного турнира – Кубка Черного моря.